В этом видео я покажу вам малюсенький, но очень полезный плагин, который можно отнести к SEO сайта на WordPress. Если вы используете блок, категории, например, вот у меня блок, перехожу в Joomla, и посмотрим на ссылку, что мы видим. Мы должны, по идее, максимально укоротить ссылку, максимально сделать ее красивой. Вот это слово категории у вас будет всегда подставляться, и в настройках WordPress отключить ее нельзя. Я считаю, это недоработка самого WordPress. Казалось бы, маленькая функция, но это слово категории не несет в себе ничего. Ее нужно, необходимо, убирать из нашей ссылки. Нет времени разобраться в тонкостях сайта строения? Звони прямо сейчас. Телефон, кстати, вот здесь вот сейчас будет. Звонить, кстати, можешь бесплатно через приложение Viber или WhatsApp. Создадим тебе суперсайт. А я возвращаюсь к теме урока. Поехали! Прежде чем я покажу вам маленький-маленький плагин, который раз и навсегда уберет это из вашей ссылки, слово категорий, обратите внимание на свои SEO-шные плагины, которые вы используете на своих WordPress сайтах. Скажем, если вы используете EOS SEO, вот такой вот некий плагин для SEO-оптимизации сайта, то вам этот плагин не нужен, о котором сейчас я буду рассказывать. Если вы используете EOS SEO, это видео вы можете закрывать. Дело в том, что здесь у него в таксономии есть такая опция. Видите, URL рубрики. И здесь нам говорится как раз вот эта категории убрать. То есть данный плагин уже убирает ту самую нелепую категорию. Если вы используете какой-то другой SEO-плагин, обратите внимание на настройки этого плагина. Может быть, там у вас тоже есть такая возможность. Этот плагин для тех, кто использует, возможно, какой-то SEO-плагин или не использует SEO-плагин, и нету такой возможности отключить этой категории, тогда этот плагин для вас. Переходим в админку нашего сайта, переходим в плагины «Добавить новый». В поле поиска плагинов вбиваем «Remove» в категории URL. Это название данного плагина. Вот, находим его здесь. Нажимаем «Установить» и нажимаем «Активировать». Нигде настройок данного плагина я не нашел. В настройке «Постоянные ссылки» я увидел лишь сообщение данного плагина, которое предлагает перейти и купить Pro-версию с расширенными функциями, добавлением дополнительных опций к iOS, SEO и так далее. Вот такое вот сообщение. То есть, по сути, по нажатию «Активировать данный плагин» он уже убирает данную категорию. Причем, если я обновлю страницу, по идее адрес-то меняется, я должен увидеть страницу 404. Но даже здесь, в этом случае, у нас работает редирект, то есть перенаправление. То есть, я обновляю страницу и не вижу ошибку 404. Но вот это слово «Категории» больше встречаться не будет. То есть, оно отсюда вырезается, ссылка укорячивается. То, что мы хотели добиться, мы сделали. Давайте обновим страницу. Вот и все. Я обновил страницу, вы видите, просто исчезло слово «Категории». Его больше здесь не будет. Но я прошу обратить внимание, если ваш сайт создан и уже индексируется поисковыми машинами, ваши ключевые слова из блога и так далее уже есть в поисковых системах выдачи, то я, наверное, не рекомендовал бы на этом уровне ставить данный плагин. Хотя редирект здесь есть, не знаю, как это скажется на посещаемости вашего сайта. Упадет ли посещаемость или нет. Дело в том, что если бы редиректора здесь не было, я бы мог с уверенностью сказать, что это делать нельзя, ни в коем случае. То есть, это делается на подготовительных работах, когда сайт еще не запустили в интернет. Учтите этот момент. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok